Афганистан в производстве опиума побил собственный рекорд. Как сообщает Управление ООН по наркотикам и преступности, урожай опийного мака в Афганистане в 2014 году достиг рекордного уровня. В докладе Управления говорится, что под посевы опиумного мака в этом году в стране было отведено около 200 тысяч гектаров. То есть, по сравнению с прошлым годом, площадь посевов увеличилась на 7%. Основной урожай опиумного мака собирают на южной и западной частях страны. По данным ООН, Афганистан производит более 80% всех опиатов в мире. В Кабул доставлены тела пяти афганцев, пытавшихся добраться до Турции, но по пути утонувших в Черном море. По заявлению Министерства иностранных дел Афганистана удалось обнаружить тела 25 из 42 афганцев, находившихся на борту потерпевшего крушение на прошлой неделе судна. Министерство также призвало власти Турции наказать виновных в трагедии перевозчиков. Мигранты из Афганистана, Пакистана, Сирии, Ирака и других государств региона пытаются через Турцию проникнуть в страны Евросоюза. Зачастую нелегальный выход в море сопровождается крушениями с многочисленными жертвами. В Таджикстане суд в Душанбе по обвинению в содержании борделя приговорил к штрафу примерно 8 тысяч долларов 36-летнюю женщину. Заключения в колонии она избежала благодаря объявленной недавно властями амнистии. В рамках начатой в Таджикстане в июне этого года кампании по борьбе с проституцией арестовано уже более 500 человек. Владельцы одного из алматинских ресторанов открыли первую в городе зарядную станцию для электромобилей. Казахстанский разработчик электромобилей Таир Балбаев рассказал о затыку о режиме работы станции. Заправка автомобилей будет работать круглосуточно. Стоимость полной зарядки аккумулятора составит порядка 1000 тенге. А необходимое для этого время примерно полтора-два часа. По словам представителя управления пассажирского транспорта Осета Толиушева, всего в Казахстане насчитывается около 20 электромобилей. Большинство из них в Алматы и Астане. Тем временем в алматинском метро открылась выставка рисунков блогера и художницы Ансаган Мустафы Сёйля Сюрет, посвященной злободневным проблемам казахстанской молодежи. На изображениях особый акцент сделан на пагубных привычках беременных женщин, затронутой темы абортов, алкоголизма, бытового насилия. По словам Ансаган, для картин она выбрала чёрно-белую палитру, чтобы выразить глубину замысла. Выставка в метро продлится до 25 ноября. Кстати, жители других городов Казахстана уже оценили талант Ансаган Мустафы. Её работы выставлялись в различных галереях. На этом у меня всё. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте rus.zatek.kj. Всего доброго и до свидания.